Здравствуйте! Саратовское село вошло в пятерку самых жарких мест России. И речь идет о климатических особенностях. Максимальная температура в Александровом Гае доходит до плюс 43 градусов. Меня зовут Павел Фитилев. Это новости телеобъектив. Смотрите, о чем еще расскажем. Генеральная репетиция. На Саратовском агрегатном заводе провели единый день военной приемки. С подробностями Станислав Ивашенко. В Саратов с визитом приехал секретарь общественной палаты России Валерий Фадеев, чтобы поприсутствовать на заседании Саратовской общественной палаты. С подробностями Надежда Новикова. Ростовских сотрудников Почты России проверяют полицейские. В пригороде обнаружили свалку вскрытых писем и посылок. Подробнее об этом в других событиях далее в хронике дня. На границе средней и нижней Воги температура немного ниже климатической нормы. Подробности в рубрике прогноз погоды. Разбился при посадке в сети. Появилось видео крушения самолета под Балашовым. Авиакатастрофа произошла в конце мая. Тогда военный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку. Сразу после этого воздушное судно загорелось. На борту находились 6 человек. Один военнослужащий погиб. Самолет принадлежал Краснодарской учебной авиабазе, а в районе Балашова летчики проводили учения. Расследование пока продолжается. Главной причиной трагедии следователи называют отказ одного из двигателей. А теперь АЧП в областном центре. В Саратове в машину скорой помощи врезалась иномарка. От удара карета 03 опрокинулась набок. Авария произошла на улице Крымской. Врачи везли пациента в кардиоцентр. У мужчины прихватило сердце. Недалеко от лечебницы в УАЗик въехала «Шевроле». Серьезно пострадали 3 человека. Фельдшер, пациент и его сопровождающие получили травмы головы. Их госпитализировала другая бригада медиков. Виновник аварии водитель иномарки. Автоледи выезжала со двора и не уступила дорогу. По словам очевидцев, девушка долго возмущалась, что на карете скорой помощи не были включены спецсигналы. Мы не предполагаем экстренной госпитализации, когда счет идет на секунды. В данном случае свето- и звуковые сигнализации включены не были. Машина двигалась в общем автомобильном потоке, никому не создавая препятствий при движении по городу. Готовы сдаться. Сегодня по всей стране прошла первая часть общероссийской военной приемки. Руководители предприятий докладывали о готовности продукции по оборонному заказу. В Саратове отчитывались инженеры агрегатного завода. Там производят и модернизируют противотанковый комплекс «Хризантема». Эта ракета способна пробить броню толщиной 1 метр 20 сантиметров. Аналогов, говорят производители, в мире пока нет. Станислав Ивашенко отправился на завод и узнал, почему там готовятся к встрече с президентом. «Хризантемы» здесь не выращивают, а собирают. Противотанковый ракетный комплекс. Его комплектуют на агрегатном заводе. Самоходная установка поступила на вооружение в 2005 году. С тех пор «Хризантемы» постоянно модернизируют о сдаче новой модели и должны отчитаться инженеры. Военная приемка проходит ежегодно. На связь с Москвой выходят все предприятия страны, работающие на оборону. Сколько «Хризантем» военные купили у саратовцев, держат в секрете. С на одного комплекса более 100 миллионов рублей. Выстрел, по оценкам экспертов, от полутора до двух миллионов. Такой цене конструкторы объясняют техническими характеристиками машины. В чем его уникальность? В том, что ему не страшны никакие помехи, в том числе аксивные, пассивные, пыль, допустим, дождь, снег, любые атмосферные осадки, в том числе и ночная видимость. То есть он может выполнять свои функции как днем, так и ночью. Без каких-либо потерь тактико-технических характеристик. Для подготовки противотанкового комплекса к бою нужно всего 20 секунд. Ракета пробивает броню толщиной более одного метра. Противостоять «Хризантеме» не сможет ни один современный танк. Александр Викторович работает на агрегатном заводе 37 лет. За это время он испытал десятки противотанковых установок. В этом году, например, пришлось обходиться без украинских деталей. В рамках программы импортозамещения оптический прибор управления заменили на отечественный. Очень много изменилось за это время. Много появилось новых, как говорится, радиоэлементов. Ранее на ранее выпущенных изделиях делались, допустим, тот же блок питания. Он был очень громоздкий. Сейчас одна микросхема заменяет полублок. Это уже более электронно. И, как время показывает, это также надежно и качественно. Сегодня на агрегатном заводе проходила только репетиция единого дня военной приемки. Представители предприятия и военные общались с заместителем министра обороны по видеосвязи. То же самое повторится в среду, но уже с участием Сергея Шойгу. А в четверг пройдет главная военная приемка, руководить которой будет Владимир Путин. Станислав Ивашенко, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив. Пенсии для подкидышей со следующего года в России вступят в силу закон о выплатах детям, чьи родители неизвестны. Соответствующее постановление подписал президент. Размер пособия составит чуть больше 10 тысяч рублей. Положены эти деньги будут тем, кого подкинули в детские дома. Пенсия будет выплачиваться до достижения 18-летия. И позже при условии, что ребенок поступит в учебное заведение. Ранее никаких ежемесячных финансовых выплат брошенным детям не было. Обсудить эту тему мы решили с общественным деятелем в нашей студии на Московской Ольгой Коргунова. Ольга Викторовна, добрый день. Скажите, кому из воспитанников детских домов сегодня положены выплаты и каков их размер? По Саратской области, например, приемная семья получает пособие от государства опекуны получают 8-9 тысяч. Если есть пенсии у ребенка, например, удалось установить пенсию или алименты от родителей даже в детдоме, тоже примерно в этой сумме идет выплата еще пенсии от родителей, которые бросили. Может быть, поэтому вот сейчас есть такой проект, что с 2018 года подкидышем, у которых не удалось установить родителей, у которых не может быть вот этой самой алиментов или пенсии за умершего родителя от государства, тогда, может быть, вот эти деньги как раз выравнивают положение детей. А как вы сами относитесь к идее социальных выплат сиротам? Хорошо, что что-то плохого. То, что государство помнит о детях и как-то старается в любом случае помочь. В общем, другая сторона у всего этого есть. Дети-сироты вырастают в детских домах в очень хороших сейчас условиях, в неплохих условиях, где есть очень хорошее питание, игра, организация досуга, психологическая помощь, поездки даже. Но есть такая тема, что они не приспособлены к жизни. Как вы считаете, какие должны быть еще приняты законы, чтобы изменить эту ситуацию? Законодатели наши, они, на мой взгляд, должны найти, продумать какое-то, может быть, очень креативное законодательство, для того, чтобы вот эти дети не попадали в подобные тупики. И, ну, вот даже предложить с моей стороны нечего, потому что мироустройство, оно таково, что человек должен работать, получать деньги, оплачивать свою жизнь. Но вот у этих детей это получается не всегда, и вот в этих тупиках оказываются многие. Спасибо. С января будущего года детям, чьи родители не установлены, будут выплачивать социальную пенсию. Она составит чуть больше 10 тысяч рублей. О новом законе мы говорили с общественным деятелем Ольгой Каргуновой. Сегодня в Саратов приехал секретарь общественной палаты России Валерий Фадеев. В музее боевой славы встретились общественные деятели, народные избранники и представители правоохранительных органов. Все они говорили о деятельности областной общественной палаты. Надежда Новикова тоже побывала на встрече. Надежда, что секретарь общественной палаты России за время своего рабочего визита успел увидеть в нашем городе? Непосредственно перед заседанием высокий гость успел прогуляться по нашему парку Победы. И вот перед зданием музея боевой славы на небольшой экспозиции он увидел сувениры от наших народных умельцев. Валерию Фадееву понравились березки из бисера. Правда, покупать он их не стал. Красиво, хорошая идея. Я такого не видел. Хорошо. Вот это вот состры, видите, это вообще полностью эскип. Березу самое лучшее. Березу очень осторожнее. Вступительное слово на заседание общественной палаты области взял губернатор. Валерий Радаев похвалил всех общественных деятелей нашего региона за их активное участие во всех сферах жизни. Гражданские активисты везде, где требуется независимая оценка социальных услуг, контроль качества. В детских садах, в школах, в сетевых магазинах и на рынках. Стало правило. Общество сопровождает решение всех приоритетных задач чувствительных для населения. Это решение проблем обманутых дольщиков и переселения из аварийного жилья и капремонт. На сегодняшнем заседании мандаты получили участники нового состава наблюдательной комиссии общественной палаты области. Они должны следить за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Кроме общественных деятелей, сегодня на заседании присутствовали и представители ответственного бизнеса, руководители правоохранительных органов и просто неравнодушные граждане. Спасибо. Это была Надежда Новикова. Она сегодня присутствовала на заседании общественной палаты области. Связали веревками. В поселке Затон прохожие задержали дебошира. По их словам, мужчина вел себя неадекватно. Начал переходить дорогу по зебре, а потом запрыгнул на капот одного из внедорожников. Очевидцы помогли спустить буйного пешехода с машины и вызвали полицейских. Чтобы мужчина не убежал, его связали веревками. Эта мера оказалась не лишней. Он попытался покусать врачей, которые его хотели осмотреть. В итоге дебошира погрузили в машину скорой помощи и увезли в больницу. А ничего у меня нет! У меня ничего нет! У меня ничего нет! У меня нет воды! У меня ничего нет! У меня ничего нет! Тебя как зовут? Зовут нас! Ничего нет! Как зовут? Ребята, ну пошли! Он прибегает на мою сторону, разбегается, прыгает мне на капот. Потом подошли кто-то со стороны ребят, начали его стаскать. Он биться стал головой в стекло. А в комсомольском поселке патрульные больше часа уговаривали водителя выйти из машины. Мужчину поймали за рулем в пьяном виде. Уже составляли протокол и даже вызвали эвакуатор. Но он сбежал от полицейских и закрылся в своем авто. Взял в руки канцелярский нож и грозился перерезать себе горло. Автоинспекторы долго уговаривали мужчину успокоиться. Через некоторое время он отдал нож и вышел из машины. Его ладу увезли на штрафстоянку, а самого дебошира в суд. Нетрезвого водителя посадили на 15 суток. Ножик положить в сторону. Это понадобится. Пробят другую. Братух, ну выходи, что машину резать. Да-да-да, я вообще не вопрос, я бы выйду. Ну выходи. Ножик дай на всякий случай, чтобы сюда был. Такой была первая часть нашего выпуска. Будет и вторая. Не торопитесь переключать кнопку канала. Смотрите далее. Ростовских сотрудников Почты России проверяют полицейские. В пригороде обнаружили свалку вскрытых писем и посылок. Подробнее об этом в других событиях далее в хронике дня. Весело и шумно. Очередной праздник поселка прошел в родных пасторах. Как развлекали детей и взрослых, видео Ольга Маркова. Какая погода на дворе будет завтра, во вторник. Через пару минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Здравствуйте. Во вторник, 25 июля, в Красноармейском Арксе-Татищеве и Советском районе Непеременную облачность без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Ночью плюс 13, плюс 20, а днем до 26. В Саратове и Энгельсе небольшая облачность и свежо. Температура ночью 14-19 градусов, а днем до 25 выше 0. Атмосферное давление около 754 миллиметров ртутного столба. Вода в Волге плюс 22 градуса. Начало недели, ветеорологи обещают прохладное, а с середины столбики термометров поползут вверх. О градусах все. Мы снова в студии. Время рассказать о событиях в стране и мире. Названы российские города лидеры по распространению ВИЧ-инфекции. Это Кемерово, Новосибирска, Иркутска и Екатеринбург. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора. По словам Анны Поповой, в Сибири и на Урале аховая ситуация. Число больных растет с каждым годом. В Саратове и соседних городах ситуация с ВИЧ более стабильна, говорят санитарные врачи. Всего же в стране более миллиона инфицированных граждан, сообщают ведомости. В городе Екатеринбурге очень непростая ситуация по ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день инфицировано 27 тысяч человек. Это составляет 1,8% населения города Екатеринбурга. И эта стадия характеризуется как генерализованная стадия эпидемического распространения ВИЧ-инфекции. О других событиях узнаем из хроники дня. О них нам расскажет Роман Базан. Ром, тебе слово. Да, Павел. Ростовских сотрудников Почты России проверяют полицейские. Там в пригороде обнаружили свалку, писем и посылок. Кучу корреспонденций нашли случайно. Почту вскрыли и выкинули в камыше. По словам силовиков, все посылки и бандероли направлялись из сортировочного центра в местное отделение связи. До адресатов они не дошли, сообщает газета «Труд». Власти северной столицы обещают отремонтировать крышу зенит-арены. Кровля недавно построенного стадиона уже протекла. Произошло это во время домашнего матча питерской команды. Шел сильный дождь, и с крыши лился ручей на зрителей. Напомню, зенит-арену возводили 10 лет, ее стоимость превысила 40 миллиардов рублей. А стройка сопровождалась постоянными коррупционными скандалами, сообщает «Интерфакс». Необычный турнир прошел в Белоруссии чемпионат по переноске жен. Участие в экстремальном забеге приняли 16 пар. Марш-бросок несколько километров. С женой на спине мужья бежали через воду, болото и грязь. Несколько женщин даже пострадали. Победителям достался приз «Пиво по весу жены». Сколько литров выиграл победитель? 50. Больше унести не смог. Надолго хватит. Спасибо, Роман Базан рассказал нам о событиях в стране и мире. Отметили с размахом. В одном из поселков, что находится неподалеку от Саратова, отпраздновали день рождения. Речь о родных просторах. Современный, комфортный, безопасный. Сегодня в поселке построено почти 200 коттеджей. Юных жителей на праздники угощали вкуснейшим мороженым, а взрослых – культурной программой. Ольга Маркова убедилась в том, что красиво жить не запретишь. Найти родные просторы теперь проще простого. Стелла на Уст-Курдюмском тракте не даст проехать мимо. Первые дома в коттеджном поселке, что находится в 20 минутах езды от Саратова, появились 6 лет назад. Сегодня их почти 200. Только в этом году было построено 24. Хорошо, здесь температура такая высокая, нормальная. Не как в Волге, там очень прям холодно. Восьмилетнему Коле здесь нравится все. Особенно уличный бассейн с подогревом и бурлилка. Так мальчик называет джакузи – канадский гидромассажный комплекс. Жить в родных просторах комфортно, признается местная. Есть вся необходимая инфраструктура, в том числе для занятий спортом. Постоянно проводятся тренировки – корты, фитнес-центр, спортивные площадки и футбольное поле. Местная команда уже даже провела несколько встреч. Каждый год в конце июля здесь отмечают день рождения поселка. Шумно, весело, по-соседски. На бульваре, засаженном каштанами, всегда многолюдно. Администрация родных просторов к празднику все время придумывает что-нибудь новенькое. В этот раз удивляли гастрономическими изысками. Редкие сорта сыра, фрукты в шоколаде и удивительное домашнее мороженое. К шестилетнему Тимофею такой праздник по вкусу. Впрочем, как и его папе, капитану местной футбольной команды. Три года назад Олег купил дом в поселке. Хотел, чтобы сын рос на свежем воздухе. Ему шесть лет. Он сам научился ездить на велосипеде. Просто потому, что я его могу здесь выпустить. Где угодно ездит. Его не выпустят за шлагбаумом, я уверен в этом. И спокойно его отпускают. Главное преимущество жизни в этом поселке – безопасность. На территории расположено несколько видеокамер. Поэтому даже если ребенок пошел играть один, родители всегда смогут его найти при помощи, ну вот, к примеру, такого большого брата. Сегодня общая площадь поселка 62 гектара. И это не предел. Всего планируется построить 450 домов и разбить огромный парк, который жители родных просторов смогут использовать для прогулок и пикников. Ольга Маркова, Игорь Шишилин, Новости, Телеобъектив. В звуке прошлого, больше века назад в России открылся апрелевский завод по изготовлению грамм-пластинок. Это была первая фабрика, выпускавшая музыкальные диски в нашей стране. Изначально грамм-пластинки были патефонными или шелачными по названию материал изготовления. Уже гораздо позже им на смену пришел ПВХ. Оксана Панкратова узнала, насколько популярен винил в наше время. Константин Николаев, больше известный как диджей-сателлит, виниловые пластинки крутит 10 лет. Для него это вопрос престижа. Говорит, одного диска хватает примерно на год. Использовать современную технику гораздо удобнее. Большую сумку с пластинками можно заменить всего одной флешкой. Вся диджей-культура изначально зарождалась, начиналась, проходила всегда с виниловыми пластинками. То есть это истоки. Уже потом появились современные технологии, CD-проигрыватели. Сейчас уже диджей в большинстве играют на флешках, либо с ноутбука. В его арсенале около 200 пластинок. Владимир Алексеев их предпочитает коллекционировать. Говорит, некоторые диски достаются ему даром. Но за редкий экземпляр приходится выкладывать по 10-15 тысяч рублей. В Саратове есть очень много коллекционеров и тех людей, которые могут, так скажем, достать пластинки, привезти их из рубежа, либо у нас тут в стране, так скажем. В принципе, сейчас нельзя сказать, что есть какой-то дефицит с пластинками. То есть тот человек, который хочет реально слышать качество, он пластинку найдет. Вот эта самая маленькая пластинка в нашем фонде, она односторонняя. А вот эти экземпляры имеют настоящую историческую ценность, считают сотрудники областной библиотеки. В их фонде более 40 тысяч пластинок. В основном это классическая музыка. Причем послушать такой раритет можно даже дома. Диски выдают на руки, как и книги. Мы сегодня можем послушать тех актеров, тех певцов, исполнителей ансамбля, которые... Сейчас, может быть, они не существуют. Кто-то уже перестал выступать, кто-то уже ушел из жизни. Мы это можем послушать на этих пластинках воочию, то есть живой звук, как тогда все это происходило на самом деле. Впрочем, интерес к винилу растет лишь в узком кругу. За граммофонными пластинками охотятся только настоящие фанаты, считает Константин Николаев. Большинство слушателей предпочитают к качеству треков количество, а значит, электронный формат. Оксана Панкратова, Игорь Шушилин, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив. И это все главные новости, о которых мы хотели рассказать сегодня. Я с вами прощаюсь, а вас еще ждет встреча с главным редактором Юлией Онтьевым. До свидания.